Киоски, гаражи и контейнеры отправляются на склад. А все потому, что их пребывание на побережье в бухте Парис было незаконным. Подобной участи ждут еще 58 торговых точек, летних домиков и беседок. Сегодня происходит демонтаж незаконно установленных объектов. То есть мы провели работы по выявлению этих объектов, подали наши акты на комиссию. Комиссия по демонтажу незаконно установленных объектов приняла решение о сносе, то есть демонтаже. Но сегодня проходит работа. До настоящего времени добровольно объекты были не убраны, поэтому силами СГТ, полиции, четвертый отдел здесь у нас, ну и мы присутствуем при этой процедуре. Я не нарушал вообще, я его купил на месте, я вообще не нарушал. Объекты будут ждать своих владельцев на площадке временного хранения. Однако, прежде чем вернуть добро, собственникам придется заплатить штраф в размере затраченных администрации на демонтаж сооружений и средств. Кстати, в этом году тариф за демонтаж торгового оборудования увеличился в 48 раз и составляет 9159 рублей вместо 187 рублей. Сегодня большую часть доходов городского бюджета составляют платежи по налогу на доходы физических лиц. Поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, жизнь владивостокцев комфортнее и обязательно платят налоги в городской бюджет. Без разрешительной документации объект нельзя на законных основаниях подключить к городской инфраструктуре, электрическим сетям, водопроводу, канализации. Так что предприниматели делают это самовольно. Причем нередко воруют электричество у соседей. К тому же в подобных ларьках нет гарантии качества товара, особенно продовольственного. Отметим, что вопрос ликвидации самовольно установленных объектов находится на особом контроле администрации Владивостока. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.